Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Александр Маврин, исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области и лицо фестиваля «Небо России», ставшего уже известным не только в нашем городе, но и во всей стране. В этом году фестиваль будет юбилейным. Юбилейным, наверное, да. Но в то же время, мало того, что юбилейный, он еще будет самым крупным за последнее время, потому что в рамках фестиваля будем проводить чемпионат России впервые на Рязанской земле. Уже сейчас 28 заявок есть, соответственно, ожидаем еще после завершения кунгурских баталий. Ну и максимальное количество, которое мы можем принять в этом году, это 45. А там посмотрим. То есть для простого обывателя это означает, что в небе над Рязанью мы можем увидеть зрелище. Это 45 шаров. Такого еще ни разу не было. До 45 шаров. Пока в Рязани еще нет. Как говорится, все взлетели и все не в попугаях. Соответственно, будут строиться полеты так, что вечерние полеты будут задействованы на летное поле. Это или Шумыш, или Ореховое озеро. Соответственно, каждый вечер в районе где-то 19-30 можно туда приехать и понаблюдать. Либо будут пролеты, либо старты, либо посадки, либо задания какие-то там будем организовывать. А утренние полеты по ветру, поскольку зона большая, хочется показать все изюминки нашего района. Такие, как поймаки, потом поля бесконечно вплоть до Липецкой области, также холмистное место в стороне Непронска. В общем, с утра будем здесь ездить. И если есть желание также поприсутствовать, можно приезжать в центр соревнований, который будет в школе номер 14. Утренние брифинги достаточно рано, соответственно, встали кому-то в хвост и поехали. Мы открыты для всех зрителей, мало того, еще можно полетать и в корзине. Об этом там подробно можем позже рассказать. Утренние полеты достаточно рано. Брифинг проходит до рассвета в 3 часа утра. Ну, еще не в 3, поскольку проводим в августе. Сейчас мы встречаемся в 3.30, конечно, то есть состояние, но очень красиво, туманно, классно. А в августе это будет в 4.30, на час попозже. Но, тем не менее, можно застать еще, как красный шар солнца восходит над землей. Очень красиво. Утренние полеты – это очень красиво. Для тех, кто бывал хоть раз, тот знает, дело в том, что фестиваль «Небо России» для зрителей – это шоу. Для спортсменов в этом году – это участие в чемпионате России, повышение рейтингов и все остальное. Но для организаторов это большая сложная работа. И, насколько я понимаю, ежегодно, помимо того, что вы разрабатываете какие-то задания и все остальное, необходима большая команда помощников. Откуда берете и как попасть в помощники? Потому что наверняка кто-то захочет в этом романтическом мероприятии поучаствовать. Да, мероприятие романтическое, но в то же время и достаточно много требует сил, желания и воли. У нас получается, как всегда, наш партнер в плане спортивных наблюдателей – это РГУ имени Есенина. Затем музей путешественников также активно включился в работу. И буквально послезавтра приезжает один из производителей аэростатов. Будет делаться выставка в школе номер 14 в рамках фестиваля. И, соответственно, там будут вывешены афиши всех старых лет. Также казины будут стоять, некоторые выписки из газет и прочее. Но так, чтобы проследить историю, в принципе, все желающие могут туда прийти, спортивный зал будет открыт. Также активно работаем в соцсетях. Ну и, соответственно, телевидение. Куда вам есть телевидение? Волонтеры, конечно же, нужны. Нужны как девушке, так и парне, у которых есть водительское удостоверение, у которых есть опыт вождения с прицепом. Потому что многие пилоты приезжают, и у них машин есть, водителя нет. Или приехал на машину, которая, ну вот он не хочет особо на ней ездить по рязанским дорогам, хотя, в принципе, сравнивая с другими регионами, сейчас выезжаешь, и ну нормально. Нормально. Серкино. Приятно. Да. Ну и видно, что строится. Это хорошо. Вот. Нужен просто водитель. Или водитель с машиной. Соответственно, телефоны... Сейчас могу сказать. Да, можно назвать телефоны. 513371. Это телефон Федерации. Соответственно, те, кто хочет поучаствовать в качестве волонтеров, или вдруг полетать в рамках фестиваля, все вопросы по этому телефону, все решим. Да. Если вы вдруг хотите посмотреть, как все это происходит, дорогие телезрители, как надувают аэростат, как он взлетает, как его собирают после приземления, какие приключения испытывают пилоты и пассажиры, то обязательно звоните. Теперь вот немножечко к чемпионату России. То есть помимо того, что это будет шоу, это еще и крупнейшее соревнование получается. Впервые на территории Рязанской области. Для большинства, несмотря на то, что из года в год мы говорим о том, что воздухоплавание – это спорт, непонятно, в чем же состоит этот спорт. Что именно нужно сделать, чтобы стать чемпионом России по воздухоплаванию? Воздухоплавание – спорт технический. Соответственно, необходимо, кроме того, чтобы у тебя была нормальная материальная часть, еще и умение пилотировать ею. Поскольку атмосфера неоднородная, и на разных высотах дует разный ветер, в северном полушарии часто, но не всегда, низу слевее, чем выше поднимаешься, чем правее. Это связано с эффектом кориолиза. Соответственно, спортивный директор посмотрел на прогноз погоды, на срез ветров по высотам. Потом метеоролог, шар-пилот, скажем так, кинул шарик, у него тебя долит, он посмотрел, куда сносит. Если фактические замеры совпадают с прогнозом, то, в принципе, сомнений нет. Можно ставить задание, основываясь на факте, и смещая чуть-чуть под прогноз. Потому что, в любом случае, у тебя от момента составления задания и фактического замера до того, как пилоты поднимутся в воздух, ну, минимум два часа. То есть ты все это смещаешь, смотришь, куда ветер изменяется. Бывают моменты, особенно по вечерам. Когда солнце грел активно, и все валялись на пляже, хорошо, так было для нас это плохо. Потому что атмосфера нестабильная, то там, то здесь срываются пузыри термические, поднимаются наверх. То, что в прогнозе, абсолютно не работает. Шарик то туда полетел, то обратно, особенно в Коми. Соответственно, здесь самое простое, это все пилоты приехали на общий мест старта, ну, на то же летное поле. Вот. Там взлетел первый шар, называем его Лисой. И полетел. Полетел, минут 20 летит, все остальные стартуют. И пытаются также за ним полететь. И пролететь точно над местной посадкой, где выкладывается крест 6 на 6 метров. И туда, куда кидается маркер. Маркер – это ленточка с грузиком. И определяется лучший, это наименьший результат. Вот. Казалось бы, все просто. Но за эти 20 минут может случиться все, что угодно. Особенно вечером. Вот. Поэтому здесь, ну, как и мастерство, так и везение. Мастерство будет состоять в том, насколько быстро пилот сориентируется и адаптируется к изменившимся условиям. Это да, одно. Но, второе, неважно еще анализировать ситуацию. Потому что, кое-где там, допустим, подошла туча. Туча, она обычно под себя воздух подсасывает, скажем так. На высоте, где туча находится, она, наоборот, толкает перед собой воздух. То есть, здесь момент опыта еще. Ну, и каких-то элементарных теоретических знаний, которые каждый пилот владеет, потому что это же целая школа. Ты учишь метеорологию, навигацию, радиообмен, технические всякие составляющие. Проще. Потом должен налетать определенное количество часов. Только после этого, ура, тебе даются удостоверения. И тогда ты, в принципе, готов к тому, чтобы самостоятельно пилотировать. Если говорить о школах, то где в России, допустим, самые сильные школы? Начнем с того, что у нас, да, знаменитая династия Мавриных, продолжатель у вас есть. А где есть такие же сильные школы? В каких, скажем так, регионах? И откуда ждать конкурентов в данном чемпионате России? Ну, у нас сейчас, получается, очень сильно развивается Тула. То есть там активно участвуют в мероприятии, ну, минимум три пилота в каждом мероприятии. Мы пока что только один пилот на каждом мероприятии ездим. Это уже хорошо. Потому что, конечно, организация много отнимает времени. В общем, Тулики молодцы, Кунгур, Пермский край молодцы. Ну, Москва, Московская область. Что об этом говорить? Ну, понятно, да. Оттуда приедет основное количество всех воздухоплавателей. Хотелось бы, да, так развенчать. Для нас это сказка, для простых зрителей. А за этим всем стоит... Вот почему каждый не занимается воздухоплаванием? Потому что это помимо того, что большая работа, это еще и очень недешево. Ну, скажем так, да, значит, недешево. Это мы сейчас пойдем в философские категории дебри. Это стоит определенных денег. В общем, сейчас Арастат стоит где-то не менее миллиона триста, которым нужно купить машину. И, соответственно, у тебя должен быть штат и водитель, и штурман. Ну, и полетели. Разрешение получить, заявку отправить, ее подтвердить. В общем, пилотская сейчас, ну, по крайней мере, для меня я еще молод, так сказать, душой. То есть мне пилотская VLEC до 2021 года, я могу его не проходить, хотя подтверждать должен. То есть я прям годен. Вот, сертификат летной годности каждый год нужно также получить на оболочку. Ну, это как бы процесс, который необходим, потому что без этого процесса был бы бардак. Вот, а так есть, ну, это же авиация. Вот, нужно соблюдать строгие рамки, и только так можно сбежать каких-то случаев курьезных в воздухе. Вот, а так, помимо дороговизны и прочее, нужно желание. Как в любом деле, без желания ничего невозможно сделать. Вот ты хочешь, у тебя получается. Вот мы хотим каждый год проводить мероприятие, вопреки, несмотря, благодаря, и мы его проводим. В этом году доросли до чемпионата. Да, посмотрим, как проведем его мы, конечно же, на должном уровне. Вот, посмотрим, как следующий год. Следующий год будет после этого мероприятия. Об этом пока рано говорить. У нас еще сколько? Полтора месяца до открытия нашего. Вот, мы теперь подходим плавно к тому, что с датами уже определились. Давно. Когда это будет происходить? С 8 по 15 августа будем летать. Соответственно, 9, 10, 11 утро и вечер спортивные полеты. 12 мы планируем вечернее свечение. Сейчас с ребятами активно работаем над приемниками и передатчиком сигнала. И не буду раскрывать всех тайн, потому что это будет, ну, в принципе, инновационное. Инновационное. Но, несмотря на то, что это лежало на поверхности, почему-то никто до этого не смог урегулировать само это свечение. Вот. И мы хотим сделать так, чтобы это все было синхронизировано с музыкой. Ну, и как-то, в общем, играть рядами там. Ну, в общем, увидеть. И все. Если придет 12-го. И даже если вдруг погоды не будет, будут горелки, поставим горелки. И горелки мы сделаем то же самое, что хотели сделать и с шарами. Вот. Так что это будет интересно. Ну, посмотрим. Как минимум, одна фишка есть. Вот. И 13-го спорт. 14-го спорт. Это уже мы ушли в понедельник. 15-го крайний день. Если вдруг нам с погодой просто катастрофически не повезло, то 15-го с утра мы еще летаем. Если повезло, а у нас в запасе 11 полетов, я думаю, что уже 2 полета мы сделаем в любом случае. Потому что по регламенту нужно сделать 2 полета и выполнить 3 задания. Ну, не переживай по этому поводу никак. Вот. И, соответственно, почему до 15-го? Потому что потом с 21-го августа уже начинается чемпионат Европы. И, соответственно, те пилоты, которые выиграли чемпионат, у них есть все шансы, чтобы пробиться в сборную России и защищать триколор российский на европейских мероприятиях. Замечательно. То есть это такая стартовая площадка для дальнейшего развития. Именно. А европейский чемпионат будет проходить где? Во Франции. То есть из Рязани во Францию. Остается с нетерпением ждать начало августа, чтобы увидеть зрелище. Как ты однажды мне сказал, тот, кто однажды получил инъекцию воздухоплавания, уже этим болеет потом всю жизнь. Даже если просто зритель. У нас в гостях был Александр Маврин, исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области. Будем ждать небо России 2017. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова